ГОСТЬ В СТУДИЯ Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. ГОСТЬ В СТУДИЯ Еще раз представлю нашего гостя. Это директор Департамента проекта фондов ЕС, Госслужбы занятости, Павел Белесов. Звоните. Итак, Государственное агентство занятости, как вы уже знаете из наших новостей, наша информационная служба вам сообщала, что начинает информационную кампанию. Такой проект есть, поддержка более долгой трудовой жизни. И кампания переводится на русский язык достаточно, на мой взгляд, не очень удачно. Зеленый свет крепким в годах. Ну, может быть, как-то по-другому можно сформулировать. Не знаю, но лето так перевела. В общем, призвана эта кампания приумножить ценность работающих людей. Меня тут покоробило слово «пожилых». Опять же, в переводе агентства Лето, Павел, 50+. Где пожилые люди? Пожилых, возможно, не совсем корректный перевод. Тем не менее, ситуация на рынке рабочего труда такова, что более трети работающих в Латвии на сегодня в возрасте свыше 50 лет. Как подчеркивает Государственное агентство занятости и что оно хочет поднести своим проектам и своей инициативой, то, что это очень важная составляющая всей рабочей силы Латвии на сегодня. Работники в возрасте – это опыт, это отношение к работе, это мотивация. Про суть проекта, возможно, сразу пойдем. То есть, содействие более длительной трудовой жизни. Уже на сегодня разработана методика, как будет проводиться оценка потенциала рабочей среды и также человеческих ресурсов в организации или на предприятии. В результате оценки, которую проводит команда экспертов, в которую входит как специалист по персоналу, как специалист по защите труда, как также врач по профессиональным заболеваниям, эрготерапевт, карьерный консультант, который от агентства занятости предоставляется, получится план управления персоналом. И в результате чего, соответственно, работники в возрасте выше 50 лет смогут получить различные, как работники, так и работатели получают возможность участвовать в различных мероприятиях, которые поспособствуют продолжительности трудовой жизни. То есть это каким-то образом служба занятости внедряет прямо на предприятии, или это нужно быть клиентом службы занятости для того, чтобы в этом всем участвовать? Как это все осуществляется? Основывается на основе конкурса, то есть по заинтересованности непосредственно работодателя. То есть работодатель должен быть заинтересован и к вам обратиться? Да. Подать нужно будет какой-то проект или что? В ближайшее время государственное агентство занятости планирует объявить начало возможности выявить желание участвовать в конкурсе, и работодатели будут приглашены подать заявку на участие в мероприятии. Это бесплатно для работодателей, да? Это бесплатно для работодателей. Скажите, а для чего вообще продлевать эту трудовую жизнь? Она короткая у этих людей? Ну, как я уже ранее сказал, у нас ситуация в Латвии на рынке труда такова, что сейчас это как и необходимость, так и требование рынка рабочего труда брать во внимание тех людей, которые в возрасте выше 50 лет. Да, и вы сказали, что их больше треть. Именно 33,7% всех работающих в Латвии – это люди старше 50 лет. Да, и у них есть какие-то риски там или что? Почему и что? Обязательно. И чего это необходимо? Именно люди в предпенсионном возрасте, но еще работоспособные люди, они, как показывает статистика, наиболее подвержены риску безработицы. И этот проект направлен уже превентивно обеспечить этим людям все-таки доработать свой срок, чтобы полноценно выйти на пенсию. Тут просто речь идет о пенсии. Вот вы говорите о пенсии, у нас 65 лет. То есть, неужели вот этот возраст с 50, он уже, скажем, 15 лет еще людям трудится, а у них уже какие-то риски возникли? По риску, очень большой риск, так же, как и, во-первых, удержаться на рабочем месте, но, как показывает опрос работодателей, только 3% из работодателей готовы на новое рабочее место рассмотреть возможность взять работника предпенсионного возраста. И поэтому внимание уделяется этой рабочей группе. То есть, этому работнику, если он в случае потери работы, ему наиболее сложно вернуться на работу. А почему, кстати, у нас работодатели так негативно относятся к приему на работу людей старше 50? Когда вы перечислили их, такие плюсы, да, и опыт, и мотивация, и, скажем так, уже выросшие дети, устроенная жизнь. Ничто не отвлекает от карьеры. Ну, возможно, я не буду тот, кто скажет, почему это, но, как предположение, могу сказать, что рынок труда и требования на рабочих местах, они постоянно меняются. И людям в возрасте, возможно, и сложнее соответствовать этим постоянно меняющимся и высоким, несомненно, требованиям. И это как и дигитализация, это как и способность просто очень быстро меняться. Это как-то изучалось где-то? Мне просто интересно, это стереотип или это действительно факт, что люди в возрасте, тем более 50 плюс, не могут меняться или могут меняться гораздо медленнее? Их опыт должен, наоборот, говорить о том, что они менялись в течение жизни, и у них очень много различных таких вариантов, как они менялись. Возможно, здесь дело в том, что профессия, которая получена 10 лет назад, а, быть может, уже даже и 5 лет назад, она на сегодня не настолько актуальна, как я уже чуть-чуть заделал. То есть на предприятиях вводится модернизированная техника и автоматизация, и человеку, который когда-то работал в определенной профессии, ему надо или повышать свою квалификацию, чтобы быть способным работать на новой технике, или же, возможно, вообще такая профессия, которую когда-то он получил, больше не востребована на рынке. А если говорить про этот возраст и рубеж, почему 50 плюс, почему, например, не 60 плюс? Ведь мы знаем, что 50-летний человек, например, 20 лет назад – это одно, они действительно были тяжелее, но сейчас общество само молодеет, и нынешнее поколение 40-50-летних, они уже, ну, можно так сказать, в теме уже знают, уже легче адаптируются под все. Почему было именно 50 лет взято, не 55, не 60? Это госагентство занятости принимало решение, эту цифру выбирало? Это цифра на примерном основе, чтобы тоже не была очень узкая целевая группа проекта, например, или вообще трудозанятых, потому что как можно раньше, предпринимая какие-то мероприятия, как можно раньше, то есть, почему это, отвечая на вопрос, не 60 лет, мы тем ранее можем уже превентивно отобвинуть какую-то… Ну, профилактические меры, да, такие, получается так. То есть, реально больше проблем возникает у людей, которые ближе к 60 и так. Чем старше, чем названы проблемы. Это женщины или мужчины? Большинство – это женщины, извиняюсь, но вообще инициатива не распределяет какие-то определенные… Гендерные различия. Да. У нас, напомню, в гостях сегодня директор департамента проектов фондов ЕС, госслужбы занятости Павел Белесов. Мы говорим сегодня о том, что госагентство занятости в рамках проекта «Поддержка более долгой трудовой жизни начинает информационную кампанию для людей…» Ну, в принципе, для всех, и для работодателей, и для работников, но касается она людей 50+. Их продлений, скажем, трудовой жизнью. Пожалуйста, ваше мнение. И по этому поводу мы тоже хотим выслушать. 672-12-939 и 672-13-939. Здравствуйте. Слушаем вас. Доброе утро. Доброе утро. Скептическое отношение к данному проекту, потому что две вещи. Первое. Ну, почему работодатели не склонны принимать старше людей, потому что сам по своему опыту я очень активный будущий пенсионер, даже сейчас я очень активный на работе, но я сам по себе чувствую, что первая проблема – это здоровье. Потому что в этом возрасте начинает проявляться то, что мы заработали во вред своему здоровью в течение жизни. Поэтому наиболее все заболевания, позвоночника, составные, воспалительные, еще что-то, они выплывают именно в этом возрасте. Человек чаще болеет, первое. Поэтому работодателю тоже не очень выгодно, когда человек чаще болеет. Второе. Мое состояние при моей шустрости – я очень активный, гиперактивный, но с возрастом появляется усталость. Я делаю ту же работу, что делал до 55 лет, это проявилось у меня после 55 лет, то я теперь устаю значительно больше и уже не способен. И для меня это тяжелее труд. Соответственно, я потеряю производительность труда, по идее. Для работодателя тоже это невыгодно. Это все понятно и все объективно. Но, с другой стороны, работодатель чем должен быть заинтересован тогда, соответственно, в программе, если создаются рабочие места, и то и наше бюро занятости получает вакансии для пенсионеров. А заинтересованности конкретной работодателя я не вижу в этом плане. Получается добровольно-условная такая, как бы сказать, обязанность, что не приведет к успеху в этом плане. Поэтому я думаю, что скептически. И второй момент. У нас пенсионеры, ся, у нас нет обслуживания, конечно, на ужасном состоянии, особенно касаясь, когда больные. Когда у меня в семье два инвалида, я вижу, как это все происходит, когда в отношении врачей некоторых, когда постарший человек, молодой, будем лечить, а здесь все текущее, что мы сделаем, что мы изменим. Это тоже присутствует в какой-то степени. И поэтому все вместе в сборе очень тяжело. Повышение пенсионного возраста должно было быть обосновано, в первую очередь, состоянием рабочей силы. Раз. Наличием увеличенной безработицы – это два. Это две главных критерия. А не просто экономически у нас стареет население. Это все понятно, объективно. Все понятно, оно уменьшается. И, соответственно, у нас наиболее старые, тридцать третья часть, в тридцать, все поживут. Так, почему-то прервалось. Не знаю, может, автоматически у нас обрубает, когда уже человек долго говорит. Но спасибо, мы поняли вашу основную мысль. Может быть, Павел как-то прокомментирует. Человек скептически относится к этой инициативе. Можете снять наушники, если мешают. Значит, на сегодня оценку результата проекта очень сложно давать. Кто-то может быть скептически настроен, кто-то очень может быть… Это впервые такой проект? Это первая инициатива. И поэтому, как я сказал, мы только готовимся объявить возможность работодателям поучаствовать. Но уже на сегодняшний момент, то есть на протяжении года, Конфедерация работодателей Латвии и Союз свободных профсоюзов, если правильно назвал, работают непосредственно с работодателями и популяризируют эту тему, работают на коллективные переговоры ведут. И, соответственно, тоже объявляли о начале такой инициативы. Заинтересованность на сегодняшний момент высказывают многие и интересуются, когда уже начнете. То есть уговаривать не придется, думаете? Увидим в ближайшее время. А какие сферы наиболее заинтересованы среди работодателей в вашей помощи для того, чтобы действительно работников как-то… Заинтересованы абсолютно все, потому что ограничений на участие в проекте нету относительно величины мероприятия, например. Но, как по данным статистики, наиболее отрасли, в которых трудоустроенные работники свыше 50 лет – это сфера водоснабжения, это образование, это медицина. И, соответственно, самые большие, возможно, заинтересованные лица в виде работодателей будут именно из этих отраслей. Вообще цель компании – трудоустроить людей, которые нетрудоустроены на сегодняшний день, или обучать и повышать квалификацию, менять мышление, как вы сказали, людей, которые уже работают, но перешли этот рубеж? Значит, проект, о котором мы сейчас говорим, это превентивная мера тем, кто на данный момент трудоустроен. Возможно, если конкретнее, вернуться к самому проекту, и что можно получить в результате проекта. То есть, как я уже сказал, проводится оценка потенциала рабочей сферы, человека-ресурса. В результате команда экспертов определит мероприятия, необходимые для конкретного работника и для конкретного мероприятия. И в результате того работники свыше 50 лет смогут получить консультации по вопросам карьеры, они смогут участвовать в неформальном или информальном образовании. То есть, они смогут передать свой опыт другим или получить опыт от коллег своих. Это как дар воды, то есть руководитель работы. Также будут предоставлены возможности участвовать в мероприятиях по повышению конкурентной способности. Это короткие семинары, направленные именно на целевую группу. Будет возможность обустроить рабочее место. То есть, поэтому в команде экспертов участвует арготерапевт. Если какие-то будут нужны определенные потребности работника, то тоже это возможно. И также, как мы затронули тему, в рамках проекта работник сможет участвовать или получить какие-то здоровительные услуги. Ну, если чуть-чуть отойти от этой компании, вы являетесь директором департамента проекта фондов ЕС, есть у нас звонок. Да, давайте звонок сначала. Надевайте, надевайте ножны. Пожалуйста. Извините, я просто завершу разговор. Да, неожиданно прервалась. Просто хотелось добавить, что я прошел, стал безработным год назад, 50, под 60 лет практически. Я спрашиваю, что служба трудоустройства в принципе много что делает. Я никогда не сталкивался с этим. Единственное желание и курсы, и переквалификация обслагается, и языковые курсы, и перечень работ предоставляется. На сайте их много, которые требуются. Но там специфика в том, что требуется просто там, где текучка большая, вождите дальнобойщики, швери, там еще что-нибудь, где более текучка, где тяжелые продавцы, где тяжелые условия труда. Соответственно, пенсионеру эти места не особо бывают пригодны. Но работу найти можно. Служба даже сейчас пытается смотреть по-человечески даже вот так вот, без указки, без положения, без какой-то программы. Пытается смотреть на возраст и предлагать что-то. В принципе, и психотерапевт на помощь. В принципе, служба работает более-менее. Было бы желание ищущего работу найти самым для себя трудоустроить. Это 90%. А служба помогает в довольно значительной мере. Но вся проблема как раз в том, что у работодателя... Программа должна быть, мое замечание, основана на том, чтобы заинтересовать работодателя, создавать и доставлять такие вакансии, где могли бы пожилые работать. Вот это главное. Если не будет работодателя заинтересованности, остальные государства заинтересованы. Да, спасибо большое. Извините, нам надо еще отвечать и на звонки другие принимать. Это, я так поняла, вторая часть вот этого задачи. Заинтересовать работодателя, принимать на рабочие места людей старше 50. Или старше 60. Это мы уже, возможно, тогда выйдем за рамки конкретного проекта, который направлен на превентивные мероприятия. И затронем проекты и вообще мероприятия, которые Государственная агентство заинтересована реализует еще дополнительно. И отвечая на вопрос слушателя по поводу новых рабочих мест, один из проектов Государственного агентства заинтересована реализуемых направлен именно на это. Проект – это субсидированные рабочие места для безработных. В рамках этого проекта работодателю предлагается сделать рабочее место для безработного и получать субсидию на зарплату конкретного работника. И конкретный проект тоже направлен на конкретную целевую группу. То есть, только безработные в возрасте выше 55 лет могут получить возможность участвовать в этом проекте. То есть, работодателю еще доплачивают, можно сказать. Как долго ему доплачивают? Значит, проект направлен, ну, можно разделить на две группы. То есть, одна целевая группа – это безработные с инвалидностью. Там работодателю предлагается возможность создать рабочее место на два года. и субсидируется заработная плата работника в полном размере. И отдельная отрасль проекта – это рабочие места для целевых групп, в том числе тех, кто в возрасте выше 55 лет. Там Государственное агентство занятости субсидирует половину зарплаты. И рабочее место предлагается создать на один год. А сейчас это сдают? По истечению срока, когда Государственное агентство занятости субсидирует рабочее место, работодатель имеет возможность или продолжить рабочее отношение. Ну и как? Продолжает? И уровень занятости безработных после окончания участия в проекте высокий. То есть, это порядка 40-50% остаются на рабочих местах или меняют, или, возможно, находят работу у других работодателей. Но в том числе многие работодатели оставляют работников на постоянной основе у себя. Они уже платят за них сами, да? Есть еще звонок у нас. Пожалуйста, здравствуйте. Слушаем. Доброе утро. Я что-то не очень поняла. По разговору вашего гостя получается, что техника вдруг резко изменилась, а пенсионеры вдруг резко стали тупые. Но ведь они же эти года работали все время, и они, наверное, росли. Вот, Наталья, вы же 10 лет работаете на радио. Вы же вместе с техникой изменяете свое мышление, вы приспосабливаетесь. И, насколько я понимаю, у вас хорошо получается. Почему вдруг все пенсионеры отупели, а техника так резко изменилась? Вот мне что-то не... Если еще, если человек не захочет учиться, никогда у него ничего не получится. Лучше бы сказали, что молодежь не хочет работать, а большинство уезжает. Вот и вся проблема. Поэтому 50-летних и дальше начинают привлекать. Спасибо. Отлично. Просто всегда в корень наши слушатели. Да, ну, Павел, вам слово. Отбивайтесь. И да, и нет. Как я уже заметил, и всем это понятно, что требования рабочих мест меняются, и соответствовать этим требованиям с каждым днем сложнее и сложнее. Проект не направлен на то, чтобы искоренить этот вопрос, и он не будет решен никогда. Как правильно слушатель подчеркнула, что надо быть готовым, и надо постоянно развиваться. Проект направлен на то, чтобы помочь это сделать. Ну да, не у всех есть возможности. Знаете, вот вы упомянули мой опыт, 10 лет на радио, до этого еще там газетах. Все это мы вместе с интернетом, так сказать, шли нога в ногу. И поэтому от модема до сегодняшних уже технологий все понятно. Но не у всех есть возможности такие, не у всех, может быть, есть желание. Знаете, есть люди упрямые. Они считают, что им не надо. Вот, они говорят, что вот недавно был пример с конференции, когда цитировала работодатель какую-то историю в своем коллективе, когда, значит, она говорит, вот у меня работница 45 плюс, по-моему, в возрасте. Она сказала, я не хочу с компьютером работать, он портит ауру мне. Да, поэтому... Отказалась. Есть все такие варианты, да. Поэтому тут, да, мне кажется, что неплохо любые, любые, в принципе, варианты, и такие тоже, ну, дай бог, чтобы они, так сказать, были эффективными и помогли людям, в принципе, найти себя и найти себе рабочее место и как-то вот... Комфортно себя чувствовать на этом рабочем месте тоже, чтобы не было такого, что ущемляет человека, или он как-то чувствует, что он там не дотягивает. Ну да, главное, чтобы это не было впустую просто, не хочется. Слушательница упомянула молодежь, и под вашим крылом тоже и один из проектов для молодежи, трудоустройство молодых людей, и я знаю, что заканчивается одна из кампаний, один из проектов, что вы можете сказать, какие результаты? Значит, Государственное агентство занятости с 2014 года реализует проект молодежных гарантий. Проект очень обширный в плане доступных мероприятий для молодежи. То есть, молодежь, имея в виду, мы говорим о безработных возрасте до 29 лет. Это как и программы обучения, это как и субсидированные рабочие места, это как и возможность попробовать или познакомиться с определенными отраслями, такие как Дарм Нитис, мастерские для молодежи, это так мероприятие называется. Соответственно, в рамках мероприятия предоставлялась возможность и предоставляется еще. В этом году проект завершает свое существование. Познакомиться с тремя разными сферами деятельности и определиться, как дальше развиваться. Какие сферы? Абсолютно разные. То есть, на конкурсной основе учебные учреждения могли... Ну, это, наверное, скорее какое-то что-то с производством связанное. С строительством, производством и... Да, чем, например, социология, политология и журналистика. Вряд ли, да, в этой области вы что-то... Ну, профессиональные сферы, так сказать. Да, производственные какие-то. Говорят, что молодежь у нас ленивая и не очень хочет работать. Что вы можете сказать? Как вы видите? Есть такая версия, да. В любом случае, не хочу подводить планку под всех и сказать, что это так. Не могу. В рамках проекта 290, если я не ошибаюсь, безработным до 29 лет была предоставлена возможность начать свой бизнес, свое дело. Они это успешно участвовали в проектах, и спрос был высокий, и, соответственно, остается надеяться на то, что у них и дальше инициатива, и их начало получится и реализуется. Может быть, стоило бы подумать насчет такого же проекта относительно людей 50+, как раз, вот, насчет своего дела. У них уже есть и опыт, и знания, и, допустим, работодателям мог уже, да, есть там, к примеру. Предоставляет государственное агентство занятости. То есть, абсолютно такие же условия, начало своего дела и без ограничения, в общем-то, возраста. А есть такое тоже, да? Каждый год реализуется. Скажите, а если работодатель, допустим, не хочет, да, ну, к примеру, участвовать в этой программе, а работник хочет, он может сам как-то обратиться, к примеру? На сегодня так, такая реализация не... То есть, это идет от работодателя, должно идти? Ну, стоит упомянуть, сейчас очень популярный или активно популяризуемый проект по обучению работающих, то есть, где каждый трудоустроенный может подать заявку в ЕАА и учиться уже, ну, по своей инициативе. Как называется этот проект? Сложно сказать. Скажите, скажите, не знаете название, да? А где про него выяснить? Ну, может быть, нашим слушателям тоже будет полезно. Если правильно помню, то МАЦИБОСПЕОГУШЕМЛВ был сайт, то есть, это ВАЛСИБОСПЕОГУШЕМЛВ, был сайт, то есть, это ВАЛСИБОСПЕОГУШЕМЛВ. Учеба для взрослых, да? Учеба для взрослых, МАЦИБОСПЕОГУШЕМЛВ. Каждый работник может учиться в программе. Ага. Так, есть еще звонки у нас. Пожалуйста, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Решение, подход должен быть совсем с другой стороны. То есть, в нашем государстве правительство того работодателям кармач на, как бы, очень жесткое угнетение рабочей силы. То есть, можно обманывать, можно оскорблять. Даже сами, вот, в госконторах они соглашаются, что если ты на работе, тебя должны оскорблять. Это нормально, да? То есть, идет, как бы, воздействие на психику. Ну, человек не может найти защиты. То есть, госструктуры не защищают рабочего вообще никакие. То есть, они либо упразднены, да, либо им функции сделали такие, что они просто не хотят, ни за что не отвечают просто. Бьют кофе, сидят, ну как, рога и копыта сделают. Ну, у вас, видимо, богатый опыт. Вы, пожалуйста, задайте или вопрос, или да, или это был пример? То есть, человеку ломают психику на работе, да, он обращается к врачам. Если у тебя вот именно такая проблема на работе, да, врачи отказываются ставить правильные диагнозы, вообще отворачиваются, убегают. И ты даже и группу-то не получишь. Ничего в этом государстве. Ясно. У кого такая система, да, понимаете? И поэтому человек там к сорока уже становится инвалидом. Да, спасибо. И такие люди вообще просто не нужны никому. Ну, вот, все-таки можно как-то прокомментировать, наверное, это исходя из каких-то жизненных опытов, жизненного опыта и примеров. Такая эмоциональная реплика нашего слушателя. Ну, вот, люди действительно к пятидесяти, к сорока обзаводятся различными заболеваниями, да, в том числе благодаря работодателям. Что вот с этим каким-то образом? Ну, сложно сказать. Как учитывать этот момент? Ну, мы не имеем в виду, что этот проект каким-то образом тут этим занимается. Ну, так точно, они совсем направлены. Может быть, есть какая-то, допустим, информационная часть этой компании, которая, может, разъясняет работодателям какие-то права работника, я не знаю, ну, как вообще? Это, возможно, тогда надо затронуть наше сотрудничество с конфедерацией работодателей Латвии, с союзом свободных союзов, которые непосредственно проводят коллективные переговоры с работодателями. Именно это мероприятие в рамках проекта реализуемое направлено на то, чтобы в обществе, и в том числе у работодателей создавать осознание ситуации, осознание необходимости, нужд работников в возрасте. Просто, что многие жалуются, что действительно работодатель выжимает до последнего человека, и потом просто, ну, как бы, а потом ему уже 50 плюс, и он не нужен. Вот такая вот проблема получается. И потом служба занятости вынуждена заниматься трудоустройством этих людей. Вот поэтому проект, который мы сегодня рассматриваем детально, возможно, как-то поменяет стереотипы или отношения, потому как мероприятия уже мной ранее названы и направлены на то, чтобы улучшить и, как следует из названия проекта, продлить трудовую жизнь работника. Уважаемый радиослушатель, мы знаем, что среди вас есть и работодатели тоже, не все же звери. Вы тоже нам звоните и высказывайте, что вы думаете, да, по поводу работников 50 плюс. Есть ли у вас такие работники, как вы с ними ладите, не ладите, как у вас получается, не получается вместе сотрудничать. 672-12-939 и 672-13-939. Здравствуйте. Пожалуйста. Продолжение следует... Готовки песни и пляски, как готовились, а потом, как производство кожи и молока. Знаете, а практические навыки именно вождение электропагрузчика бачиша, причем начали на все до всех. Понятно. Еще звонок, пожалуйста. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Ну, я отношусь к категории работодателей и категорически вообще не соглашусь. Ну, не с предыдущим, а вот с тем одним радиослушателем, который звонил там через одного, скажем, да, что работодатели варвары, а еще чего-то. По долгу своей работы я связан с очень многими предприятиями, и ни одного на них работодателя вообще варвары не знают. Конечно, работодатели требуют от работников выполнения каких-то заданий и так далее. Первое. Второе. Ну, если работодатель не нравится, сегодня в Латвии огромная нехватка рабочей силы. Ну, уйди от этого работодателя, варвары, иди к тому, кто добрый, если считают так. А самая главная проблема ведь в другом. Самая главная проблема заключается в том, что молодежи-то нету. Поэтому хочешь ты, не хочешь ты, ты должен держаться за людей 50 плюс и надеяться на них, как на Бога. На них-то вся надежда сегодня. Вы посмотрите, ремонтируют улицы, водоканал там, Рига-Суденск. Кто там работает? Люди 50 плюс. Молодежь даже не знает, что там под землей находятся все эти сооружения. В моей ферме 3 человека более 50 лет. И я счастлив, что они у меня есть. И никогда я сделаю все для того, чтобы они бы как можно дольше бы работали. Правда, именно 50 плюс, там, пару лет. А что вы делаете сейчас для них? Вот просто интересно, раз вы работодатель хороший. Для них что мы делаем? Вот я рассказываю, что мы для них делаем. У них 8-часовой рабочий день. У них график отпусков тогда, когда они хотят. И я приспосабливаюсь под них своим. Не я лично. А мы работу приспосабливаем, пойти их отпускать, чтобы их семьи не страдали. Мы им платим нормальную зарплату. Мы их там, ну, я не знаю, когда мы выезжаем где-то на объекты работать, мы их кормим. Ну, не знаю, а что им надо делать? Спасибо, да. Ну, вот, вроде бы перечислены все такие достаточно обычные вещи. Человеческие, да. Не из ряда вон выходящее что-то, да, по-моему. Да, ну что, наверное, мы отпустим нашего гостя. Спасибо вам, Павел, что рассказали. Мы говорили сегодня о проекте «Поддержка более долгой трудовой жизни». Если вы работодатель, если вас интересует участие в этом проекте, вы можете обращаться, правильно, в Государственную службу занятости? Может быть, есть более конкретное куда-то место, куда обращаться? Вся информация доступна на домашней странице. Сейчас номера телефонов не назову. Ну, на домашнюю страницу назовите адрес. www.nva.gov.lv www.nva.gov.lv Да. И напомню, что у нас в гостях был Павел Белесов, директор департамента проектов фондов ЕС Госслужбы занятости. Спасибо большое и до свидания. Спасибо, до свидания.